Кировчанка в собственной квартире провалилась в подвал. ЧП произошло в доме на Кольцово-12. Помогли выбраться женщине из двухметровой ямы сотрудники МЧС. О своем состоянии, причинах происшествия и о том, по чьей вине. Пол ушел из-под ног. Пострадавшая рассказала Евгений Бакиной. Тут чайник встать. И вот туда я провалилась. Решила поставить чайник и упала в подвал. Сложно поверить, но и такое бывает. Вспоминать тот день Лариса Сенюшкина не любит. До сих пор не может прийти в себя. Напоминает о трагедии царапины на спине. А тапки, в которых она была тогда, до сих пор лежат в двухметровой яме. Женщина рассказывает, решила попить чаю, но у плиты оступилась. В итоге провалилась в подвал. У меня застрял таз-то. И я не могу сама выбраться. И помочь-то некому. Соседи вызвали МЧС. На веревочку спустили, вбязали. Упала Лариса в подвал не случайно. Рассказала, что коммунальщики меняли трубы, но укрепить пол забыли. В январе текущего года управляющая компания Ленинского района решила заменить канализационные трубы. Чтобы попасть в подвал, рабочие разобрали пол на кухне. Трубы они сделали. Правда, коммунальный беспредел восстанавливать не собираются. Сказали хозяйке, что денег на это нет. Добивались ремонта труб люди давно. И вот, казалось бы, на их жалобы среагировали. Канализацию починили, но работы людей не порадовали. Сотрудники разобрали пол и в первом подъезде дома. Девятый месяц там вместо бетонного настила и бетонного лестничного пролета конструкция из дерева. Сделали дыру. Вот пошла трещина здесь, пошла трещина. И вот она идет. И посмотрите, она там какая-нибудь. Не дай бог пожар. Как будут люди эвакуироваться? На новых лестницах уже не раз спотыкалась пенсионерка Вера Головина. Женщина пожаловалась директору Ленинской управляющей компании. Но в ответ, говорит, услышала оскорбление. 50 лет прожили, ремонта нет. Они говорят мне, что? Ну-ка, иди отсюда старая корга. Все у вас сделано. Вот по данному факту мы обращаемся в прокуратуру, для того, чтобы она дала оценку действиям работников жилищной инспекции, в первую очередь, которые, на мой взгляд, очень халатно отнеслись к данной проблеме. Кроме того, активисты ОНФ обратились в мэрию, так как квартира, где разобрали пол, принадлежит муниципалитету. Добиваться ремонта сейчас должна администрация города. Она же должна обратиться в суд.